Ничего не понятно. Что вообще происходит? А я ему говорю, подпишись на Орка. Я нифига не врубаюсь. Есть такие игры, которые вышли очень давно, и их пик пришелся как раз на ранние интернеты. На те самые времена, когда все общались на тематических форумах или на форумах своего провайдера, имели в подписях эти ужасные юзербары или даже никнеймы на албанском. Когда сокровенные знания об игровом процессе передавались из уст в уста непосредственно в самой игре. Когда слово «гайд» было в новинку, а чтобы кто-то записал видео «руководство» по игре, даже представить было нельзя, не говоря уже о 300 яиц челлендж. И вот именно тогда люди активно рубали в MMORPG Ragnorok Online. Делились секретами, советами и разбирались, как же все в этой игре устроено. Найти теперь эти священные архивы знаний практически нереально. Не все провайдеры дожили, не все сайты сохранились, рукописи горят. И вы не представляете, как мне в 2020 году было непросто разобраться в игре 2002 года, в которую я никогда раньше не играл. С вами Ragnar.org. Рядом, хотелось бы верить, Нина. И сегодня у нас тут довольно-таки легендарная и уже совершеннолетняя MMORPG Ragnorok Online. Я тут ни при чем. А если быть точнее, то Ragnarok Online Prime — обновленная и перебалансированная версия игры с целым списком важных изменений. Но поскольку я с оригиналом не очень-то и знаком, для меня что Prime версия, что обычная, выглядят максимально одинаково. Поэтому в этом видосе мы поговорим в целом про Ragnarok, ну и про некоторые особенности Prime в частности. Попытаемся понять, что из себя представляла эта эра ЭРО. Когда, как не в 2020-м, запускать Ragnarok? Ну, типа конец света, поняли? Начать следует с того, что ЭРО — игра настолько уникальная, что позволяет на логин-скрине даже перетаскивать свой собственный логотип как душе угодно, чтобы он не закрывал вайфу. Полностью кастомизированный логин-скрин, так бы я написал в рекламе. Да и вообще следует отметить, что игра весит всего 2,5 гигабайта, а потому поместится хоть в оперативную память бабушкиного нетбука. В 2020-м ради такого даже корзину лень очищать бывает. Далее вы создаете персонажа, хотя, конечно, в наше время создание персонажа представляется как-то не так. Вы выбираете пол, прическу, цвет волос — всё. Больше ничего кастомизировать нельзя. Раз никаких, кроме людей, пока что нет, хотя обещают на Prime-версии добавить до рамов в будущем. Класс выбрать тоже нельзя, но об этом позже. Игра встречает вас с небольшим обучением, со специальными картинками для тех, кто так и не освоил скилл чтения. Вам объяснят, как перемещаться, как пользоваться журналом заданий и отправят на тестирование к местному мудрецу. Остров для новичков из Вова. Пффф. Подержи моё пиво. Рагнарёк Онлайн ущет действительно важным вещам, например, тому, что ГМы никогда не потребуют ваш пароль, и что вам не нужно устанавливать TeamViewer, если вдруг вас об этом попросит ГМ. Это классика, это знать надо. Кстати, на обычной версии этого старца нет, так что пожалеем аккаунты юзеров оригинала. Следом вам показывают, как в игре драться, как хилиться, где качать навыки, как телепортироваться между зонами, как сохраниться в какой-то локации и в случае измерти вернуться на респаун. Ну и, наконец, подводят к выбору вашей первой профессии. И вот тут-то и начинается вся соль Рагнарёка. Дело в том, что Ро — это игра в лучших традициях жанра РПГ начала нулевых, а, следовательно, у вас есть уникальный шанс полностью запороть персонажа, если вы как-то не так будете его качать. И потому, в идеале, у вас ещё перед началом игры в голове должна быть чёткая схема того, как вы будете развивать чара. Какие навыки брать, какие скиллы учить, какое оружие таскать, какие локации посещать, какого чёрта я тут делаю. Начинают все игроки классом новичок. Да что же это слово так активно всплывает в играх в последнее время? А затем уже выбирают себе путь магов, воров, послушников, лучников, торговцев или мечников, которые затем делятся ещё на две профессии, которые затем могут переродиться и прокачаться заново, став улучшенными профессиями. Ну а затем смогут поделиться на третьи профы, которые пока что на прайм-версию ещё не добавили, но добавят. А ещё вы можете забить на выбор первой профессии, качаться новичком и в итоге стать супер-новичком. Новичок. Извините, а как кастовать спелл? Супер-новичок. Извините, а где игру скачать? А ещё у вас есть как базовый уровень персонажа, так и джоп-левел, отдельно для вашей профессии. За базовый вы качаете характеристики за джоп-скиллы. Короче, взрывает мозги Рагнарёк нехило, и в идеале следует уже заранее спланировать развитие своего чара как образование собственного сына. Ну и раз такие пироги, то самое время обсудить, как же всё-таки получить сокровенную экспу? Значит, записывайте, список будет длинным. Серьёзно, возьмите ручку и тетрадь. Взяли? Итак, гринд. Всё! 99% времени вам необходимо просто бегать по локации и гриндить существ. И даже это не так-то легко, ведь надо сперва понять, куда бежать. Благо в игре есть хоть какая-то база данных по существам в разных локациях. Да и лут собирать приходится тоже вручную. Квесты в игре, конечно, имеются, но, во-первых, их мало, а, во-вторых, отвлекаться на них с точки зрения опыта нет никакого смысла. Разве что для каких-то полезных перков. Например, дав мальчику понюхать мясо, вы научитесь навыку варить соки. И не спрашивайте меня, какая тут связь. Ох, мясо! Ах, ху! Вкусный запах мяса. Ну и когда вы будете переходить на вторую профессию, само собой вам необходимо будет сделать специальное тематическое задание. Например, моя лучница стала танцовщицей, а после улучшения станет цыганкой. И ей пришлось для этого сдавать экзамен по танцам, зажигая прямо на сцене. Было достаточно забавно, я аж похудел, но всё-таки готовьтесь к медитативному, седативному и даже иногда противному гринду. Бегать в соло можно, конечно, но в группе под бафами куда выгоднее. Да и собрать пати тут не проблема, можно даже ей имя специальное придумать и тусоваться в ней долгие дни. Какие тут ещё есть развлечения, помимо гринда и редких квестов? Ну, конечно же, знаменитые МВП. Это местные как бы боссы, которые спаунятся в локациях и бродят туда-сюда. Одолеть их можно в большинстве случаев только рейдом, да и то тактики надо знать. Тем не менее, парочку МВПшек я вам для этого видоса записал. И умер. Но записал. А ещё с каждого моба в игре с абсолютно минимальной нановероятностью может выпасть карточка с каким-то бонусом и уникальным артом. Некоторые игроки любят коллекционировать такое, и мне при съёмках геймплея повезло. У меня есть карта Леди Орка. Как символично. Нина, не ревнуй. Кстати, про орков. Вы пока посмотрите на то, как я безжалостно убиваю своих сородичей целыми семьями, ведь тут даже дети-орки имеются, а я вам пару вещей расскажу. Итак, как вы, наверное, заметили, у Рагнарёка весьма любопытный визуальный стиль. Дело в том, что персонажи здесь все спрайтовые, а сами задники трёхмерные. Из-за этого графический Рагнарёк, наверное, не сможет устареть никогда, ведь такая стилистика вечно. Взгляните, например, на безумно красивый город Пронтера. Ну или на эту анимацию размахивания русским флагом. Можно даже камеру крутить, как в VR-играх. Ладно, как во всех играх. Но всё же к интерфейсу я бы придрался. Он напоминает мне о существовании Windows 2000, а я не любил Windows 2000. И, кстати, игра не очень-то дружит с высокими разрешениями современных мониторов. Например, 8К. Стандарт индустрии. Но из-за выбранной стилизации у Рагнарёка есть некоторые особенности. По сути, единственный способ кастомизировать вашего персонажа — это выбить ему какую-то крутую шапку. Ведь тела у всех героев одного класса и одного пола будут выглядеть одинаково, разве что цвет разный. Здесь нет отображения выбитой брони на чарах. Все условные танцовщицы обладают одинаковыми пропорциями и бронёй. Хотя в их случае это даже и неплохо. Так что Ро ещё задолго до Team Fortress'а показал, что шапки — сила. Хоть трусы на голову надевайте, и это тут можно. PvP здесь не открытое. Никаких ПК-механик нет. Воевать дают только там, где дают. Посмотреть сражения для видоса крайне сложно, поэтому вот вам для компенсации кадр из Мстителей, чтоб как будто эпичная заруба. Ладно, давайте хоть расскажу. Развитие персонажа, сбор билда, фармкарточек, заточка шмота и вот многое другое — всё это наиболее ценно в рамках гильд-воин. Ведь ГВ-зарубы тут весьма себе серьёзны. Если не отключить эффекты, вы не то, что никого не убьёте, вы даже персонажа своего не увидите. А всё это ради обладания собственным замком. Ведь замок даёт вам доступ к подземелью гильдии, в котором можно получить массу полезных предметов, а также создать один из легендарных божественных артефактов. Ожиренье Фрея. Ожирелье. Сапоги, названные в честь Коня Одина. Молот Тором Йолнир. И пояс бога-громовержца Мидинг-Ярд. Как вы догадались из моего французского выше, Рагнарёк неиспроста носит такое название. Пусть он и сильно анимешно-восточный визуально, тем не менее опирается он на всем знакомый брутальный скандинавский сеттинг. Вот это, например, местный Нифельхейм — город мёртвых. Хотя, по идее, им должен быть Хельхейм. А это вот Игдрасиль, Мировое Древо. Ну и всякие Валькирии, само собой. Поговаривают, что в Эро есть даже некая Московия. Угадайте, на что похоже. Но не на прайм-версии, к сожалению. По крайней мере, пока, ведь на прайме ожидается множество обновлений в будущем, включая, собственно, четвёртый проф, Московию и т.д. и т.п. Саундтрек в игре тоже довольно приятный и расслабляющий, разве что ощущается, что он какой-то зацикленный чересчур. Зацикленный чересчур. Ну а к управлению придётся долго привыкать. Перемещение и автоатака осуществляются с помощью мышки. Скиллы кастуются клавишами F. F вашим пальцем. Ну а под карты, сумки и прочее, естественно, существует тонна билдов, альт плюс кнопка. Короче, что я могу сказать? Я знаю, что ничего не знаю. Я буквально сломал мозги, пытаясь понять, как тут что работает. Потому что Ragnarok Online — это действительно муха в янтаре своего времени. Хардкорная, практически ничего не объясняющая MMORPG, в которой можно запороть персонажа, потратить множество часов на гринд на полях и даже нужно следить за своим перегрузом в инвентаре. Но при этом в игре всё ещё сидит довольно много людей. А ведь разработчики пытались даже сделать полностью трёхмерную Ragnarok Online 2 и кучу альтернативных версий на мобилке. А люди всё продолжают любить именно оригинальную игру. И, наверное, я понял, почему. Конечно же, ностальгия давит в первую очередь, ведь для многих это была самая первая MMORPG или вообще онлайн-игра. В те времена, когда ММО заменяли целые соцсети. Плюс у игры приятный, милый визуал с довольно популярной мифологией в основе и хорошим саундтреком. Коты, вон, забавные. Конечно, для современного холёного игрока в R.O. будет сложно, тяжело, местами неуютно. R.O. для задротов. Но можно просто посмотреть, во что играли раньше и проверить себя. Игра идейно устарела, и это во многом видно и в интерфейсе, и в геймплее. И третий пункт я не придумал. Прайм-версия — это что-то среднее между самой современной итерацией игры и какой-то её классической выжимкой. Тут и механики новые, и награда за вход, и система ачивок, и оффлайн-торговля, и летучий поринг, хотя я бы его назвал упоринг. На самом деле, для моего глаза отличия минорные, ведь я же не был никогда игроком в R.O. Игра бесплатная, с премиум-аккаунтом. Фармить с премиум, само собой, удобнее, опыта дают больше, отнимают меньше, ну, собственно, как и везде. И если вы когда-либо играли в Рагнарёк, и хотели бы вновь пережить эмоции из этой игры, то вот обратите внимание на эту прайм-версию. Новички, если не боитесь копаться и разбираться в старых играх, вас это тоже касается. Ссылка, само собой, в описании. Ну а с вами были Аркадий, немая, но эффектная Нина. И помните про стримы на Твиче, канал с записями стримов, паблик ВКонтакте, второй канал. И до новых и скорых встреч, викинги! Субтитры создавал DimaTorzok